Зимние праздники уже приближаются. Это значит, что одесситы должны сделать выбор, какую зеленую красавицу поставить себе домой. Искусственную или живую. В этой теме есть очень много спорных вопросов, поэтому идем разбираться. Экологи уверены, если деревья выращены на специальных плантациях и продавцы имеют все нужные документы, номер, сертификат и штрих-код, на котором есть все исходные данные, то такие деревья покупать можно. А деньги от продаж и лесничества используют как раз для развития лесов. Средства от реализации такого дерева пойдут в дальнейшем на поддержание жизнеспособности лесных таких агенций. И они закладываются для производства не только хвойников, но и в питомники для производства деревьев, которые потом закупаются и выращиваются в городе. А вот большую часть искусственных елок, продолжает наш собеседник, изготавливают, как правило, в Китае. А значит, везут издалека, тратят топливо и выбрасывают парниковые газы в атмосферу, что уничтожает экологию в разы больше, чем продажа новогодних красавиц со специальных плантаций. Изделия из пластика, они на протяжении достаточно долгого времени, от перепада температуры и так далее, могут выделять в воздух различные вещества, в том числе токсические. И это, конечно же, большой минус, потому что если люди хотят большую ель, то, соответственно, площадь испарения еще больше. Актуальный вопрос одесситов – что же делать с елкой после новогодних праздников? Владислав Болинский рассказывает, что в этом году планируется обустроить 42 пункта приема деревьев по всему городу, где люди смогут взамен на дерево получить сладости. После того, как большинство елей соберут, их измельчат для мульчи – специальное удобрение для высадки новых деревьев. Это очень полезный продукт для использования в городской среде именно при высадке деревьев. Эта мульча очень хорошая, потому что деревья свежие, она пропитана фитонцидами, маслами различными. Как ни странно, цена на новогодние елки не меняется уже несколько лет подряд. Колючая красавица метр высотой стоит от 200 гривен, елка высотой до 2 метров – 500-600. Продавцы говорят, что цена новогодних деревьев также зависит от вида дерева. Например, пихты всегда будут дороже. К слову, в лесничестве сосны и ели стоят 8-10 раз дешевле. Хвойные ветки, собранные в маленькую елку, стоят от 80 гривен. Расскажите нам, сколько стоят елочки от и до? Елочки разные, это зависит от пышности, зависит от 150-200 гривен и вверх. Вот давайте конкретно, вот эта елочка. 250 гривен. Следующая? За 150. Вот сколько стоит эта елочка? Это 150 гривен. 150? Да. А подставочка есть какая-то? Если может дать, кто-то будет. Просто не моя подставка, будет другой человек. Покажите мне еще какую-то елочку, может чуть подороже. Это может 200 гривен. Это самая красавица 600 гривен. Елочка вот такую вот, да, допустим. Она будет, она пышненькая, согласитесь, она красивая. В районе ее можно будет 300 гривен, 250 взять. Ну а что пихты взять? Вот такие вот, как сказать, не шик, она красивая. Тоже где-то так приблизительно, такая же цена, как и на ее. А вот уже выше, то есть вот такие вот красавицы. Вот она, раз, видите. Вот она, два. Ее даже тяжело поднять одному. Ее на два-три человека. Вот, допустим, три. Вот взять ее такую вот. Она чуть дороже, она и на месте дорогая. Она в лесничестве подороже закупленная. Но все же, если искусственной елки у вас нет, а живую покупать не хочется, то самую экологичную елку можно сделать из подручных материалов. Бумаги, шишек и гирлянд. Все зависит от фантазии и вашего настроения.